друзья приветствую вас давайте рассмотрим основные события пятницы и что у нас сегодня ожидает вчера обращал ваше внимание что сша достигну минимум по безработице такие значения были только в семидесятом году сейчас связи с экономическим спадом и карантином всплеск подачи заявлений на получение пособия по безработице так на вот график ну и здесь идет значительный рост баланса федеральной резервной системы точно полный набор который вот-вот должен выстрелить и привести к развитию негативных резких изменений цены на нефть находится на лаях проходит сами же 20 там опять разгорелся очередной конфликт между китаем и сша соединенные штаты хотят указать в заявлении по поводу китайской заразы что происхождение из китая ведет себя ли что фактически подводит почву к тому что китай назначить за это дело виновным зависит от коллапс который происходит в мире китай разумеется против этого но его сейчас на же 20 разгорается конфликт между америкой и китаем и все договоренности которые достигаются они достаточно в такой острой полемики происходит поэтому наверно все-таки никакого консенсуса там не произойдет то есть останутся определенные острые углы и вообще то есть масса мин по факту завершение этого мероприятия будет заложено но в связи с такой непростой ситуации сейчас масса панических настроений приходит много писем по поводу того что будет что с курсом рубля в telegram канале у себя проводил голосование общем то всем можно успокоиться расслабиться большинство подписчиков считает что до конца года будет диапазон 70 82 то есть как бы я все-таки думаю что те люди которые на меня подписаны они очень-то достаточно прогрессивные и здравомыслящие и наверное если большинство людей придерживается такой точки зрения то скорее всего с вероятностью 59 процентов девальвация она наверно завершена но может быть какие-то всплески будут там до 100 но потом как бы большинство людей склоняются к точке зрения что будет диапазон 70-82 ну с учетом того что цены на нефть они где-то в районе 30 плюс минус будут находиться так хотел обратить еще ваше внимание что балтик драй пытался восстанавливаться в марте но видимо изо всех этих событий негатива в мировой экономике карантина пошел он опять на спад и здесь уже скорее всего мы увидим в ближайшем времени я так думаю дно поэтому индексу ну и то что таким образом этот индекс идет это говорит о том что ближайшее время мы скорее всего не увидим восстановление мировой экономики то есть мир погружается в рецессию и спад но вот вышло исследование арестат energy по поводу того что происходит со спросом на нефть то есть вот здесь красная вот эта линия это снижение спроса исходя из текущей ситуации с китайской заразой черной точки это то что и я прогнозировала ранее но и другие структуры институты которые следуют спрос на нефть то есть предполагалось что конечно будет провал спроса на нефть но связи с китайской заразой он оказался значительно сильнее и восстановление будет достаточно тяжелым и предполагалось что будет возврат в положительную зону но такого не произойдет до конца года сейчас по предварительным расчетам и это будет оказывать дополнительное давление на цены на нефть но и вот здесь видно как вклад какого региона в наибольшей степени на снижение спроса на нефть вот расчет различные сценарии зависимости от цен на нефть что произойдет с денежным потоком крупнейших компаний как мы видим если все-таки цены на нефть будут в районе 20 это окажет очень негативный эффект но при текущих ценах на нефть прогнозируется сокращение значительное персонала в нефтегазовой отрасли сша вот видите какие могут изменения произойти это окажет дополнительное давление на экономику сша мы как следствие на мировую экономику тоже но и как видно из графика рост спроса на нефть связан с ростом мирового ввп и поскольку прогнозируется снижение этого роста то будет снижаться и рост спроса на нефть и причем он снижается гораздо сильнее чем снижается рост ввп ну и вот прямо на сайте bloomberg когда и как получить 1200 долларов отправиться соединенных штатов вот видите как те пресса который правильно делают они людям выдают деньги стимулирует спрос они придумывают как как там порезать вклады если они чуть больше среднего так мы вот появились победные реляции что по мнению аналитиков джипи морган два фактора могут ближайшее время привести к значительному двузначному в процент в процентах роста фондового рынка деятельность по восстановлению баланса что сейчас происходит благодаря вливанием фрс может привести к притоку от 800 до 900 миллиардов долларов на фондовый рынок сша ну сами понимаете такая сумма она может вдохнуть значительную волну роста и снижение индекса волатильности так называемого индекса паники или страха она может усилить это действие и поэтому ближайшую неделю тире месяц можем увидеть ну какой-то отскок по акциям сша прогнозируют двухзначный рост я думаю в любом случае это особо долго не продлится то есть отскок конечно будет потому что скорее всего движение будет пивообразной в этом кризисе надо быть просто готовым к тому чтобы если сейчас акции закупить то продать когда будет ну скажем так определенные признаки того что вот этот зубец этой пилы он будет завершаться и последуют дальнейшие откаты достижения нового дна там будет ряд признаков по которым можно понять что сейчас движение пойдет вниз и я думаю наиболее целесообразный вариант это именно ну скажем так покупка когда но и продажи когда предвидится ближайший хай если рассуждать о среднесрочной какой-то стратегии сейчас потому что просто впрок закупиться и оставить мне кажется сейчас это не вполне правильно потому что будут еще более низкие цены поскольку будет пивообразное движение то соответственно сейчас определенный минимум достигли дальше будет движение к максимуму под воздействием вот этих вливаний и потом когда как бы поймут что эти вливание они не решают фундаментальных проблем в экономике пойдет новый откат и здесь мы увидим новое но я думаю она будет более глубокое чем текущее дно вот потом какие-то наверняка еще одни меры предпринут по печатанию денег и будет достигнут второй максимум а потом уже с этого максимума я думаю пойдет падение и будет очень стремительное движение вниз и обвал фондовых финансовых рынков мировых но вот американские политики и финансисты начинают упражняться в ораторском искусстве по образу и подобию виктор степанович черномыртина никогда никогда не было и вдруг опять но вот пошли заявления что текущая китайская зараза окончательно разрушить действующую политическую экономическую систему на самом деле я думаю здесь просто такое количество перекосов накопилось эти перекосы они будут давать о себе знать ты собственно говоря это и есть путь кризису кризис системный очень сильный по образцу 1929 года здесь я думаю 2008 и 987 год они ни в какое сравнение с тем что он двигается не имеют ну и в общем-то ситуация текущая она может перейти в то что возникнут локальные конфликты конечно наверное мировой войны не будет по что она уничтожит человечество цивилизацию но какие-то разжигания отдельных конфликтов и очагов дистали дестабилизация но судя по всему будет усиливаться для того чтобы экспортировать так называемые проблемы внутри соединенных штатов но и вот можно сказать символ текущей политики американской очень так лаконично и ясно представлен вот на этой картинке так сказать можно это назвать транспарантом текущих действий американских властей давайте посмотрим что у нас индексами snp открылся с гэпом вверх сейчас он немножко проседает вот но это достаточно существенный позитив для российского фондового рынка если вот это дельта сохранится на открытии так индекс доллара продолжает падение это общем-то очень хороший знак для евро для нефти и для валют и рынков развивающихся стран так мне в час немножко корректируется после вчерашнего роста евро относительно доллара растет но цели по евро мы с вами обсуждали тут все в силе золото после вчерашнего отката сегодня я так предполагаю наверное такую вогнутую формацию нарисует до этого х и сходит потом детально золото может посмотрим так мы серебро сейчас консолидируется и возможно по серебру мы сегодня увидим рост чуть попозже посмотрим график по серебру так на японии и китай сегодня растут китайские черные металлурги показывают рост это скорее все очень позитивно на север стали ммк и на лмк на открытие отразится так мой индекс волатильности это мы вчера проседал сегодня судя по динамике скорее чем будет либо в консолидации либо падать это послужит положительным влиянием на фондовые рынки а вот индекс золото серебряных унциях вчера попытка роста было посмотрим сегодня к чему это приведет но все не очень однозначно то есть вроде бы викс если проседает то соответственно и вот этот золотой индикатор должен проседать на поскольку здесь у них идет некоторые раскаляться скорее всего сегодня день будет волатильно протекать и наверно ближе к открытию америке мы увидим какой-то перевод в тенденциях на фондовых площадках так мы касательно палладии по палладию здесь вполне вероятно что сегодня будет добить и 2450 и по факту достижения этого значения здесь наиболее вероятно разовьется корректировка и вот движение вниз она может быть до 1500 но здесь пока не совсем понятно то есть будет ли добить это значение или начнется сейчас прямо корректирующие движение и потом останется вариант для последующего задерга вот пока как бы больше факторов указывает что палладий все-таки добью 2450 и корректируется уже будет после отработки этого значения ну и если такое движение происходит это очень существенный плюс к ценам акций на рискованники так далее индекс ммвб соответственно у нас последние дни позитивная динамика происходит но пока правда речь идет о про торговки в этом диапазоне 2500 2383 то есть только существенное движение нефти и америке вверх и снг и приведет тому что будет сначала вот эта цель достигнута 2660 и по факту закрепления здесь будет следующий рывок на 2840 вот но пока нефть болтается на текущих значениях и по америке нету более сильного восстановления то я думаю и по нашему рынку мы не увидим вот этого рывка на 2840 зато есть масса возможностей для отката и пробития 2300 пробитие 2300 рынок уходит сразу вниз и очень сильно так но общем то это все что я хотел сказать по основной части спасибо за внимание